Продолжение следует... Время идет, и только недавно мы начали говорить, что такое иммунотерапия, а теперь уже задаем такие вопросы. Но я хотела бы просто свое видение, и после меня сразу будут выступать специалисты по иммунологии, по генетике, они более глубже будут рассматривать эти проблемы. Я хотела бы просто акцентировать внимание, что, скорее всего, мы видим, что развивается иммунотерапия, старается развиваться, проходят большие клинические исследования, очень много клинических исследований. И, конечно, в первую очередь это направление на ранние стадии. Разработка новых ингибиторов контрольных точек, изучение новых контрольных точек, разработка клеточной терапии. Что касается ранних стадий, вот на примере адювантной терапии уже при меланоме, при второй B, второй C стадии мы видим замечательные результаты. Такие же хорошие результаты мы видим в адювантном режиме при раке почки. Мы видим, что уже двухлетнее общее время без прогрессирования достигает 78%, а общая выживаемость пока еще не достигнута. Переоперационная неадювантная, адювантная иммунотерапия также показала значимые результаты при лечении, например, ранних стадий немелкоклеточного рака легкого. Мы видим, что через два года явное преимущество иммунотерапии. И при меланоме также переоперационная иммунотерапия показала блестящие результаты, особенно у тех пациентов, которые однозначно хорошо отвечают на иммунотерапию. Что касается метастатических форм, то мы понимаем, что, например, на примере Чекмей 0,67, за 7,5 лет при такой нозологии, когда одногодичная выживаемость была ниже 10%, здесь мы видим, что уже 7,5 лет каждый второй пациент живет на иммунотерапии, и каждый третий пациент не имеет признаков прогрессирования. Ну а что дальше? Мы видим, что очень много контрольных точек, и изучены уже СТЛ-4, ПДЛ-1, АПД-1, ЛАК-3, да, появляется исследование. Также контрольные точки ТИГИТ, ТИМ-3 и так далее. Ну, например, мы все знаем исследование АнТИЛАК-3, препарата РИЛАК-ЛИМАБа, который проявил значимое преимущество времени без прогрессирования общей выживаемости по сравнению с и просто терапией ПДЛ-1 ингибиторами. И новые препараты, направленные на эту же контрольную точку ЛАК-3, например, ФИАЛЛИМАБ, которые изучают и продолжают изучать, представлены данные по меланоме распространенности МИПЛИМАБа. Мы видим, что у 76% значимое уменьшение размеров опухоли. Эти данные взяты с данной ЭСМО 2022 года. Мы видим, что какой эффект по данным компьютерной томографии и с достижением времени без прогрессирования до двух лет. Следующая контрольная точка – это ТИМ-3. Это исследование АМБР. Продолжается исследование. Здесь препарат КОБЛИМАБ, который направлен как раз на ТИМ-3. Проводилось исследование и продолжается с ПДЛ-1 ингибитором, где мы видим, что возможность достижения частичного ответа достигает 60%. Следующая контрольная точка – это ТИГИ, ТАЙГИТ. Проводится исследование, где одна группа пациентов получает ПДЛ-1 ингибитор с анти-ТАЙГИТ контрольной точкой и с онколитическим вирусом. По предварительным данным получено, что комбинация ингибирования этих двух точек – ПДЛ-1 и ТАЙГИТ приводит к более лучшему объективному ответу. Понятно, что сейчас малое количество пациентов, но работа продолжается, и пока предварительные результаты показывают, что данная комбинация превосходит и возможность достижения полных ответов. Клеточная терапия или создание бесспецифических антител. Для чего нужны эти бесспецифические антитела? Они способствуют соединению опухолевых клеток, клеток иммунной системы, либо ингибирование сразу нескольких контрольных точек, либо активацию сразу нескольких контрольных точек, или имеет функцию переносчиков. Вот, например, представлены данные нового бесспецифического антитела. Это СИТЛ-4 и ПДЛ-1. Как говорится, в одном антителе, в одном флаконе этот препарат может одновременно ингибировать ПДЛ-1 и СИТЛ-4. И мы видим, что данная комбинация изучалась при мелкоклеточном раке легкого с химиотерапией по сравнению с стандартной химиотерапией пембролизумабом. И мы видим, что если объективный ответ, он как-то и в той, и в другой группе на первых этапах одинаков, но время без прогрессирования однозначно выше почти в два раза. И мы видим, что эффективность на данной комбинации, вот водопад справа, значима при использовании такого антитела. Новое бесспецифическое антитело, изучающееся в настоящее время, это антитело ПДЛ-1 и ВДФ, ингибитор, который также изучается при мелкоклеточном раке легкого в исследовании второй фазы. И здесь мы видим наглядную картинку эффективности. 12 месяцев без прогрессирования живут около 60% пациентов, и мы видим, насколько длительны ответы. Пока в настоящее время исследование продолжается, но длительность ответов впечатляет, и уменьшение размеров также потрясающее. Что касается клеточной терапии, мы все слышим, картерапия, цертерапия, это новое направление, но мы все понимаем, и мы, может, дальше услышим, что это, конечно, направление, требующее огромных затрат, огромного, самого самовременного количества оборудования, сил и, конечно, умов. И мы видим, что в этом случае берется кровь или опухоль у пациента, выбираются клетки, которые далее обучаются, насаждаются различными антигенами с дальнейшим введением этого препарата пациентам. Сейчас, в настоящее время, очень несколько же генераций, мы видим уже третья, четвертая генерация, они отличаются тем, что на них громождает и несколько новые, новые домены, которые позволяют более точно достичь мишени и увеличив тем самым эффективность. Мы знаем, что в настоящее время картерапия приобрела большую популярность и эффективность при гематологических заболеваниях, мы видим почти стопроцентные объективные ответы. При солидных опухолях в настоящее время только-только проходят исследования на предстательной железе. Здесь вот данные исследования картерапии у пациентов с мелкоклеточным раком легкого, мало пока количества пациентов, учитывая, что все-таки мы понимаем какой-то процесс выделения, введения пациентов и также полученные значимые результаты частичного регресса, стабилизации. Но, конечно, почему при солидных опухолях трудно развивается? Потому что очень много проблем. Это гетерогенность опухоли, это экспрессия антигенов, персистенция клеток, это микроокружение опухолей. И мы видим вот слева, сколько много решений для инженеров необходимо, чтобы преодолеть те или иные трудности. Поэтому понимаем, что картерапия, она не может развиваться быстрыми темпами. Также в картерапии, в клеточной терапии используется способ редактирования генов. Мы можем себе представить, насколько это трудоемкий. Это как труд, когда из РНК вырезаются необходимые элементы и путем сшивания вставляется в ДНК пациентов, тем самым изменяя ту или иную функцию. И, к сожалению, данная клеточная терапия, она токсична. Она токсична. Основным проявлением является синдром выброса цитокинов, когда выбрасывается очень много противовоспалительных интерлекинов, которые, как мы уже все знаем и встречались, и понимаем, что такое цитокиновый штурм. Также очень часто встречается нейротоксичность, офтальмологические осложнения. Поэтому сейчас в современных разработках и конференциях уже идут направления изучения токсичности клеточной терапии, потому что купирование и управляемость данной токсичности, конечно, один из способов преодоления и возможности расширения данной методики. Что касается вакцинотерапии. Вакцинотерапия также трудоемкий процесс. Также выделяются клетки пациента в виде крови, опухолевой клетки. Также обучаются эти клеточки, вводятся обратно пациенту. Здесь токсичность несколько меньше, но то также требует больших финансовых затрат. И вот представлено на АСКО исследование, о котором говорили ранее, комбинации вакцины с пембролизумабом, которое проявило достаточно выраженный эффект с достижением времени без прогрессирования, которое показало преимущество по сравнению с только моноиммунотерапией, со снижением риска рецидива на 44%. В нашем учреждении также ведутся работы по вакцинотерапии в отделении онкоиммунологии Балдуева Ирина Александровна, которая будет выступать далее. Мы видим, что и здесь получены положительные результаты лечения вакциной при саркомах мягких тканей по сравнению с химиотерапией. А также изучается опыт, разручается работа вакцин, воздействия вакцин при опухолях центральной нервной системы. И хотелось бы в заключение сказать, что, конечно, иммунотерапия развивается, вот как гепард. Хотелось бы быть первее всех, прорываться, но финансовые затраты, трудоемкость, нежелательные явления, серьезные и нежелательные явления несколько тормозят это развитие. И решение этих тормозящих проблем, конечно, позволит более быстрому достижению того, чего мы хотим, из лечения пациентов. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.